Я рад приветствовать вас на серии вебинаров, которые посвящены тому, каким образом мы с вами можем с помощью облачной технологии, с помощью технологии продуктов компании Microsoft, с помощью Office 365, больше времени уделять бизнесу, больше времени уделять продуктивным задачам, меньше тратить времени на рутину и неважное. Например, продукты, с которыми я хочу работать, сервисы, или с помощью вот этого левого углового верхнего меню точно так же попасть к нужным мне продуктам. Я иду в OneDrive. Так он у меня сейчас выглядит. Я тут немножко экспериментировал с документами для того, чтобы приготовиться к этому вебинару, но у вас здесь будет в первую очередь, когда вы начнете работать, пусто, и вы наверняка захотите создать первый документ. Я создаю простейший документ, документ Microsoft Word. У меня доступ к интернету, и я воспользуюсь облачной версией Word. Так, коллеги, только у одного человека белый экран, или многие не видят того, что происходит у меня на экране? Приглашаю кого-то еще здесь навстречу. Все ок, я вижу. Хорошо. Есть люди, у которых все ок, значит, проверяйте, пожалуйста, все или в порядке с вашим компьютером. Тех, у кого не получается подключиться, попробуйте, в самом деле, переподключиться заново. Еще может помогать, если у вас не интернет-эксплора установлен по умолчанию как браузер, можете скопировать ссылку на вебинар именно в адресную строку интернет-эксплора и оттуда запустить ее. Обычно это решает все проблемы. Хорошо. Я работаю с документом Word Online. Да. Кроме того, если у вас не видно какого-то из контента, я прошу вас не расстраиваться, потому что мы делаем запись этого вебинара и обязательно выложим ее буквально через пару дней на наш канал в YouTube, и вы сможете ее посмотреть. Так, я начинаю работать с документом Word Online. Пара буквально фраз. Пара фраз для того, чтобы показать, что документ в нем можно редактировать, и это достаточно мощная версия Word, которая доступна уже в облаке, и можно работать через браузер, не открывая Word. Так, у нас новые участники. Приглашаем их тоже. Документ постоянно сохраняется. Видите, внизу написано статус «Бережина». То есть мне не надо думать о том, вдруг по каким-то причинам, может быть, сбойнет мой компьютер. Документ постоянно сохраняется. Здесь регулярно происходит его сохранение. Но работать с документом в браузере, конечно, интересно, но меня больше интересует сценарий совместной работы. Еще подключаются коллеги. Я нажимаю «Спильный доступ», и у меня открывается окно. На самом деле это окошко OneDrive. Мой документ, после того, как я его создавал через OneDrive, через его меню, он теперь доступен мне для, как мы говорим, айтишники используют слово для расшаривания, для предоставления общего доступа. Я знаю, что в моей компании есть сотрудник с именем Иван. На прошлом вебинаре я его создавал. Я нажимаю «Иван». OneDrive сам автоматически ищет по списку сотрудников в моей организации и предлагает мне на выбор тех, кого он нашел. Я говорю «Иван, пожалуйста, пригласите к общему редактированию этого документа». Я назначаю права. Я говорю «Иван может редактировать этот документ, я хочу вместе с ним работать над ним». Я могу написать ему сообщение. То сообщение, которое он получит по электронной почте вместе со ссылкой на этот документ. Напишу «Иван попроцюемо». На самом деле, этот документ я мог бы предоставить и для доступа внешним пользователям, не только, которые находятся внутри организации. Для этого достаточно. Я мог бы, во-первых, даже не заставлять их аутентифицироваться в системе. Они, можно сказать, анонимно могли бы с ним поработать. А мог бы просто отправить ссылку на этот документ. И опять же, любой из тех, кто получил бы эту ссылку, смог бы зайти и просмотреть или отредактировать, в зависимости от того, какую ссылку я бы создал. Здесь же есть меню для документов, которое позволяет посмотреть, кому сейчас предоставлено. Этот доступ к нему я могу также и закрыть доступ к документу, который я ранее открывал. Я добавил коллегу, с которым хочу поработать над документом, добавил сообщение, выдал ему доступ и отправляю ему этот доступ. Хорошо. Спильный доступ с Иваном Федорченко. Есть. Иваном Федорченко я буду в другом браузере. Вот здесь я зашел в систему в другом браузере под логином Ивана Федорченко. То есть сейчас здесь я другой пользователь. Я захожу в почту. И вижу, что получил сообщение. 10.27. Да, это время, которое сейчас действительно на часах. Я получил сообщение от Дениса Шевчука, от своего коллеги. Письмо пришло мне с копией на него. И у меня есть ссылка на документ. И у меня есть текст того сообщения, который он мне отправлял. Я могу его по ссылке отсюда открыть. Сверху у меня есть опция, каким образом я хотел бы редактировать этот документ. Я могу редактировать его с помощью настольной версии Microsoft Word. Но я выберу Word Online. Мне этот вариант сейчас более интересен. Как видите, здесь видно сообщение о том, что Денис Шевчук сейчас тоже редактирует этот документ. Хорошо. Я выделю для себя небольшой абзац. И начну редактирование совместно с ним этого документа. Кто-то опять присоединился к нашему. Неотдобное расположение окна. Чат либо презентация, либо чат. Хорошо. Это скорее связано с настройками Skype клиента и с расположением. Я предлагаю вам поэкспериментировать с ними. Потому что, по идее, у вас должно быть окно, в котором должно быть слева чат, который вы в любой момент можете закрыть. А здесь у вас должна отображаться полная картинка с вебинаром, с тем, что на нем происходит. Ну, с моим рабочим столом. Потом вы можете вот так вот закрыть. И у вас здесь будет в экране все видно. В любой момент вы можете открыть чат и посмотреть, что в нем написано. Семьи и роздел пишет Иван. Отлично. Как мы помним, документ постоянно сохраняется. Поэтому сейчас на другом конце города, там, где Денис Шевчук работает с документом, он видит, что в документе появился новый абзац. Видит такой символ, который показывает, что этот абзац редактируется другим человеком. При наведении на этот символ он видит, кем отредактирован этот абзац. Таким образом можно организовать совместную работу над одним документом. Я надеюсь, что информация, которую я вам рассказываю, интересна. Совсем забыл сказать, что те, кто смогут в конце нашего вебинара ответить на пару каверных вопросов, смогут получить, вернее, тот, кто первым ответит, сможет получить такой приз. Прекрасную кружку от компании Microsoft с логотипом Office 365. Хорошо. Мы с вами совместно отредактировали документ. В любой момент можно закончить его редактирование и посмотреть, каким образом он будет у нас выглядеть теперь в OneDrive. В OneDrive этот документ, во-первых, в списке моих документов видно, когда он редактировался, что он редактировался, сохранялся в последний раз примерно одну минуту назад. Виден список людей, которым предоставлен общий доступ к этому документу. Здесь вот еще есть дополнительные опции, при нажатии на которых я могу посмотреть дополнительную информацию по документу. Здесь есть и такой режим предпросмотра, превью, в котором я могу посмотреть содержимое документа. Здесь же я могу начать его редактирование, предоставить общий доступ. И другие есть дополнительные функции, которые свойственны для вот таких вот сайтов на основе OneDrive, на основе SharePoint. Они достаточно схожи, эти функции. Какие еще удобные инструменты у меня здесь есть в OneDrive? Я могу сюда добавить файл по-английски upload. То есть любой файл, который у меня есть на моем рабочем компьютере, я могу его сюда добавить. У меня отображается окошко с загрузкой. И по этому файлу, после того, как он сохранится, будет видно, опять же, что он доступен только для меня. После того, как он сохранится на мой OneDrive, я могу сделать его общим для доступа других своих коллег. То же окошко, которое уже вы увидели. Я могу выбрать, кому его отправить, кому сделать его доступным. Что еще важно сказать? Важно сказать, что для OneDrive есть специальное приложение, которое устанавливается на компьютер. С помощью этого приложения вы можете легко найти в поисковой системе приложение для OneDrive и установить его на свой компьютер. Это приложение позволит, как в моем случае, как в моей ежедневной работе, синхронизировать файлы с вашего компьютера в облако. И вы всегда будете при сохранении файлов на своем рабочем компьютере всегда иметь их синхронизированную версию в облачном хранилище на вашем OneDrive в облаке Microsoft. Это удобно. Это удобно в тот момент, когда вы вдруг оказываетесь без компьютера. Вы находитесь в отпуске в другой стране. И срочно кому-нибудь из ваших коллег нужны ваши файлы, ваши последние наработки, презентации или еще что-нибудь. Вы с помощью клиента OneDrive заходите на смартфоне, выбираете нужный файл и прямо оттуда со смартфона отправляете ссылку на этот файл вашему коллеге. Отлично, задача решена, нервные клетки сохранены. Хорошо, я этим небольшим сценарием по OneDrive ограничусь и перейду к следующему продукту. Я перейду к SharePoint. Что такое SharePoint? SharePoint это в первую очередь то, что скрывается для нас под вот этой кнопкой, под плиточкой под названием «Сайт». По умолчанию, когда вы регистрируете для себя подписку Office 365, у вас будет уже создан один сайт группы. На самом деле их можно создавать то количество, которое вам необходимо. Предлагаю пока ограничиться только одним из них. «Сайт группы» это ваша веб-страничка, это ваш веб-портал, на котором вы можете хранить документы разных типов и организовывать по ним рабочие процессы, так называемые workflow. Сейчас у меня по умолчанию такой дизайн моего портала, с которым могут работать мои сотрудники. И как вы видите, некоторые элементы этого портала очень похожи на OneDrive. Потому что OneDrive в принципе это такая же библиотека документов, которая используется для SharePoint, как любая другая из библиотек SharePoint. Здесь у меня есть раздел «Библиотека с документами». Я пойду сейчас в нее. Для примера, для того, чтобы понять, в чем суть в принципе SharePoint и в чем его основная ценность, кроме того, что это может быть веб-портал, на котором мы можем размещать разнообразный контент, таким образом сделать внутреннюю корпоративную среду для обмена информацией, самая большая ценность – это возможность организации workflow, возможность организации процессов, например, согласования для документов. Каким образом настроить процесс согласования для документов? Ну, тут, конечно, надо немножко знаний. Эти знания мы сейчас с вами и добудем. Документы – это тот объект, который в системе, который называется «Библиотека». Как вы видите, сверху у меня есть дополнительное меню для библиотеки. Я захожу в это меню и вижу, что здесь есть разные кнопки, с которыми можно поэкспериментировать, поиграть. Это вы сделаете сами. Для нас больше интересно, что здесь есть кнопка, которая позволяет нам добавить рабочий цикл. Такой украинский перевод. В английском варианте – это workflow. Я нажимаю кнопку «Додатый рабочий цикл» и у меня открывается шаблон создания нового workflow, нового рабочего цикла. По умолчанию, когда вы откроете, здесь будет два цикла – затверждение ликвидации и трехэтапный. А вот этих двух циклов не будет. На экране, на снимке я запечатлел, каким это образом выглядит в тот момент, когда вы начинаете работу с этим. Вот так это выглядит. В тот момент, когда вы начинаете работу с этим. У вас вот здесь, если вам виден мой курсор, я надеюсь, есть опция такая, которая говорит, что не активированы шаблоны для SharePoint 2010. На самом деле, просто классические шаблоны для согласования документов для их подписи, они были еще созданы в версии SharePoint 2010, потом перенесены сюда, но не всем они могут понадобиться, поэтому необходимо их дополнительно здесь активировать. Нажимаем кнопку «Активировать» и после того, как мы нажимаем эту кнопку, они появляются вот здесь вот в выборе. Я выберу сейчас шаблон, который называется «Сбирание питпосев». Самый такой простой вариант для того, чтобы понять, как работают рабочие циклы в SharePoint. Напишу для него название для своего рабочего цикла. Что-нибудь сложное по названию. Затворжение акций в выполненных рубитах. Дальше интересны еще два элемента. SharePoint будет тем людям, которые будут включены в цикл согласования, будет отправлять задания, будет для них создавать задания. Такая, можно сказать, это элемент распорядительной дисциплины в документообороте, когда контроль за согласованиями выполняется именно с помощью заданий. Кроме того, будет создаваться журнал рабочего цикла, с помощью которого администраторы таких библиотек смогут понять, что происходит с тем или иным документом и каким образом можно ускорить, в каком месте возможно или на каком человеке данный документ сейчас застрял. Еще несколько опций, которые важны для меня для того, чтобы поработать с этим процессом. Здесь разрешено тем пользователям, которые зашли в систему, запускать вручную данный рабочий цикл. Можно настроить, чтобы при добавлении нового документа цикл запускался автоматически. Можно настроить, чтобы при изменении элемента опять же цикл запускался автоматически. То есть при изменении какого-либо документа. Основные параметры я задал. Я нажимаю кнопку «Дальше». Теперь буду задавать дополнительные параметры. Здесь у меня такая форма, которая описывает, что будет происходить в моем рабочем процессе. И она вот свойственна именно этому шабону, который я выбрал. Сбор подписей для документа. Что означают эти поля? Во-первых, здесь написано, кто я могу выбрать, кто должен участвовать в подписании данного документа. Или документов данного типа. Я могу также выбрать, каким образом будут им раздаваться заданиями. И в каком порядке они это могут делать. Последовательно или параллельно. В одном учился разу. Я выберу двух человек из своей директории. Я нажал просто имя и нажал Enter. Система сама нашла в поиске этого человека в моей списке сотрудников, в моей компании. Я выберу Ивана и Дениса. Я могу добавить еще новый этап. Этот новый этап начался только после завершения предыдущего этапа. Я сейчас не буду это усложнять. Кроме того, здесь опция могла бы быть еще добавлена, что при начале и завершении рабочего цикла по данному документу уведомлять, например, администратора в библиотеке или какого-нибудь вышестоящего по иерархии в компании человека. Опять же, я сейчас этот шаг пропущу для упрощения. Я нажимаю Сохранить. И у меня создался мой рабочий процесс. Вот он видит у меня вот здесь. Видно также, что сейчас он используется для ни одного документа. Я возвращаюсь к своим документам. Создаю документ. Задам ему имя. Не буду сейчас концентрироваться на содержимом. Это не столь важно. Важно другое, что после сохранения этого документа в библиотеку я могу зайти в меню. Я могу это сделать, например, отсюда. Немножко неудобно, да? Есть другой вариант. Я могу зайти вот отсюда, через меню библиотека и здесь сказать до даты рабочий цикл. Ой, простите. Я неправильную опцию выбрал. Все-таки давайте воспользуемся вот этим вариантом. Я запускаю рабочий цикл отсюда, из этого меню. Сейчас у меня на выбор для данной библиотеки есть два варианта рабочих циклов. Затверждение Белворда, затверждение Активы Кананных Эрбит. Я выберу тот, который создавал вместе с вами. Я выбираю его. Так как у меня разрешен ручной запуск этого рабочего цикла, мне доступно редактирование списка тех, кто будет подписывать этот документ. Я могу его, соответственно, отредактировать. Для малого и среднего бизнеса, мне кажется, это достаточно удобно. В данной ситуации я ничего редактировать не буду. Я воспользуюсь тем шаблоном, рабочего процесса, который для меня ранее подготовили. Нажимаю кнопку распочаты. И у меня запускается рабочий цикл. Отлично. Система сама добавила новую колонку. Список документов. У меня здесь есть колонка, в которой видно состояние по конкретному рабочему циклу, то есть по конкретному workflow. Видно, что у него есть состояние выполниться. Я могу зайти сюда и посмотреть, в каком статусе происходит у меня сейчас мой рабочий цикл. Где он сейчас находится? У меня запускается специальное отображение, созданное с помощью онлайнного сервиса Visio. А ниже здесь видно, что в рамках этого рабочего процесса уже было создано задание. Вы помните, мы выбирали последовательную отправку документов на согласование, поэтому задание у меня создалось только одно, для того, кто первым стал по списку. Иван Федорченко. Также ниже есть детальный лог того, что происходит. Для своего сайта я не отредактировал часовой пояс, поэтому у меня время немножко некорректное, то есть 44 минуты это совпадает с временем начала данного рабочего цикла, а время все-таки, наверное, соответствует тихоокеанскому часовому поясу. Эту настройку можно изменить. У меня загрузилось отображение в Visio и видна даже вот такая схема бизнес-процесса, которая позволяет понять, кто за кем в какой последовательности должен согласовать этот документ. Иван Федорченко. Хорошо. Каким образом Иван Федорченко вообще может знать и каким образом может работать теперь с этой процедурой? У него есть два варианта. Первое. В данный момент он получил сообщение по электронной почте о том, что ему необходимо выполнить согласование этого документа. Видите, новое письмо с сайта группы. У него пришло задание, назначенное пользователем Денис Шевчук. У него есть ссылка на этот документ. Если бы он работал в настольной версии Outlook, у него даже была бы кнопка на само задание, ссылка. Но в обычной версии, именно в браузерной версии этой кнопки нет. Каким же образом работать с заданиями? Тут надо немножко, опять же, знаний, которые мы сейчас с вами эти знания и добудем. Все задания, все задачи, которые необходимо выполнить по согласованию документа, складываются в специальный список, завдания. Вот на него ссылка. Однако, для того, чтобы найти этот список, это немного сложно для других пользователей. Поэтому мы с вами сделаем небольшое упрощение. Мы выведем этот список с заданиями, чтобы он у всех пользователей был в левой части навигационной панели. Я зашел сейчас из истории рабочего процесса для конкретного документа в список заданий. У него есть здесь меню «Список». Я зайду в его настройки. Тут нам открывается все богатство настроек шаппоинта для списков. Можете на досуге поизучать, посмотреть, какие опции здесь есть. Меня интересуют самые простые из них. Имя списка, описание и навигация. И в навигации меня интересует только одна опция. Хочу ли я отображать объект «Список» на панели швидкого запуска. Я говорю «Да». Видите, здесь у меня подсказка, что это будет слева, вот в этой выделенной области. Я говорю «Да». Нажимаю «Сохранить». И, обращая ваше внимание, слева появился список с заданиями. Теперь Иван Федорченко проинструктирован уже в принципе, что он должен делать на шаппоинте в том случае, когда ему приходят документы на согласование. Он идет на сайт нашей рабочей группы и видит, что слева у него есть раздел с заданиями. Заходит в него. Тут были несколько заданий, с которыми я работал, пока готовился к вебинару. Самое важное для меня, что вот, есть документ, потребно подписаты. Есть ссылка на документ. Я могу зайти в сам документ. Открыть его, посмотреть. Я сейчас работаю через Chrome, поэтому немножко по-другому работают те или иные опции. Самое важное, что после того, как я знакомился с документом, он меня устраивает. Я могу зайти в него, в задание, вернее, которое было создано по согласованию документу и нажать кнопку «Питписаты». У меня есть и другие опции, скосуваты. То есть я говорю, что этот документ я не буду вообще подписывать. Или я могу повторно прозначить это задание. То есть я могу отправить документ на доработку. Таким образом, сразу рабочий цикл имеет такие, можно сказать, дополнительные випления, имеет возможности возврата документов на шаг назад. Точно так же я бы мог здесь работать и со сроком, но срок изначально мне не был задан в шаблоне рабочего процесса. Я пишу свое замечание. Все в порядке. Нажимаю кнопку «Подписать». В данный момент идет процедура, в рамках которой создается некоторое количество объектов и некоторое изменение статуса. Что произошло? Теперь в списке заданий у меня появилась следующая задача. Уже для Дениса Шевчука, того, кто был в следующем списке подписантов. Если я вернусь к своей библиотеке с документами, то опять же, зайдя в журнал рабочего процесса, я могу посмотреть, что происходит с ним. Во-первых, у меня исчез здесь из цикла рабочего процесса Ивана Федорченко, потому что сейчас у меня остался только один подписан, Денис Шевчук. Также я вижу список тех заданий, последовательность того, как они создавались, и я вижу журнал того, что происходило по времени. Во-первых, в 50 минут задание было выполнено Иваном Федорченко, и статус «Подпись добавлена» и было примечание «Все в порядке». Время с точностью до секунды, когда было сделано открытие задания, когда было задание назначено. Теперь у меня есть следующее задание. По почте, уведомление я вижу в окошке офиса 365, мне пришло новое задание. Точно так же, как Ивану, пришло письмо с уведомлением. То есть каждый переход от одного подписывающего документа к следующему, каждый переход с этапа на этап сопровождается уведомлениями по электронной почте, что, согласитесь, достаточно удобно. Хорошо. Я иду к списку задач. Открываю свою задачу. Подписываю документ. И таким образом завершаю рабочий цикл по данному документу. Так как в нем было всего... ...библиотеки с документами. И смотрю, что мой рабочий процесс по подписанию документа, по сбору подписей завершен. Могу посмотреть историю, кто подписывал, когда, в какое время. Таким образом, мы с вами в течение буквально 15 минут настроили первый рабочий процесс на SharePoint и настроили согласование для документов для такой рабочей группы, состоящей из нескольких человек и организовали нашу работу на SharePoint. Это практически все, что я вам хотел сегодня рассказать. Офис 365 это замечательный весь, замечательный продукт, потому что позволяет прикоснуться к тем технологиям, которые ранее были доступны только крупному бизнесу и для установки и настройки которых требовалось достаточно большое количество усилий, времени и самое важное финансов. Теперь можно воспользоваться этими сервисами, этими инструментами достаточно быстро, достаточно недорого и это не так сложно. Я постарался вам показать, каким образом это работает и что можно с этим делать. Возможно, у вас есть какие-нибудь вопросы и вы хотели бы получить на них ответы сейчас в рамках этого вебинара. Как настроить запуск задачи из Outlook OVA? Это немножко другой уровень настройки. Мне приходит в голову только один способ на данный момент. Необходимо отредактировать те уведомления, которые приходят в рамках рабочего процесса. И в этих уведомлениях вставить ссылочку на список с заданиями для того, чтобы пользователь мог прямо из письма электронной почты проваливаться к необходимому заданию. Редактируются рабочие процессы с помощью специального инструмента. Конечно, это можно делать в сложном каком-то варианте. Есть специальный документ, который называется SharePoint Designer. С помощью SharePoint Designer можно редактировать намного больше элементов рабочего цикла. Шаблоны писем, последовательности выполнения, формы, кнопки, которые будут возникать на заданиях, какую-то дополнительную логику. Но это немножко другой уровень сложности. Также редактирование рабочих процессов можно выполнять с помощью, например, Visual Studio. Но это уже инструментарий более удобный для разработчиков, для программистов. Хорошо. Какие-нибудь еще вопросы? Если у вас появятся вопросы позднее, я прошу вас обращаться без стеснения по адресу электронной почты, которую я пишу на экране. Вы можете спокойно обращаться и без стеснения задавать самые сложные и самые простые вопросы. Хорошо. У нас осталась одна незаконченная деталь. Мы не разыграли с вами кружку. Поэтому сейчас я задам вопрос и первый, чей ответ попадет в наш общий чат, получит кружку от компании Microsoft. Суга, типа Office 365. Удобная, красивая кружка. У меня сама такая. Вопрос будет немного сложным, потому что ответ будет состоять из двух частей. Какой размер дискового хранилища доступен в OneDrive для персонального использования? Второй вопрос. Какой размер доступен в OneDrive для бизнеса? То есть ответ это два числа. Прошу вас написать их в чат. Борис, конечно, был хитрее всех, не писал значения, вернее, единицу измерения, но будем считать, что, наверное, ответ Бориса был первым и правильным. 15 гигабайт для персонального использования и 1 терабайт в том случае, если вы используете OneDrive для бизнеса, в пакетах Office 365 для бизнеса. Хорошо. На этом я предлагаю завершать ссылочку на видеозапись первой части вебинара. вы можете легко найти ее в YouTube на канале Microsoft Ukraine. На самом деле там намного больше сейчас уже видеозаписи, потому что это второй цикл, который мы проводим. Первый цикл, который мы проводили, он был более теоретический, этот более практический. Я прошу Бориса, для того, чтобы он смог получить свою кружку написать мне письмо по электронной почте. а я предлагаю на этом заканчивать. Всем спасибо за внимание. Пожалуйста, приходите на наши следующие вебинары и до новых встреч. Ага, вот моя коллега Шушаник отправила ссылку на первый вебинар. Отлично. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok